На работе директор Самое главное это твое отношение и принципиальная позиция Дома любящая жена Решает все супруг О достижениях в роли главной комсомолки города Сделала тогда в своем возрасте невозможное О том, как училась быть предпринимателем Узнавала цену на рынке В папе продавала подвоенную цену Но стала управленцем Конечно, иногда это бывают жесткие Иногда, ну скажем, непопулярные меры Директор колледжа имени Ларина Вера Широкая Такой ее еще не видел никто Конечно, я не слабая Я очень вершистая, я не покорная А мы покажем без галстука Это без галстука Самое неофициальное интервью с официальными лицами Здравствуйте Вера, вы никогда не заставляли ждать моих коллег И меня в том числе, как это делают многие А вы всегда ценили чужое время? Конечно, это в априори Самое главное качество Давать возможность реализоваться в кратчайшие сроки Во всех направлениях Сегодня вы руководите колледжем В котором когда-то учились Была ли когда-либо такая мечта? Вы знаете, это, конечно, не было никогда мечтой Я бы сказала, если бы меня спросили года три назад, наверное Буду ли я руководить данным учреждением образования Я бы, наверное, ответила, что это глупость Это стечение обстоятельств, но ничего не бывает в жизни просто так Дело в том, что когда-то, в 2002 году, когда я не поступила после 11 классов в университет Я очень расстроилась Единственное учреждение образования на тот момент, которое еще принимало документы Это был тогда еще Бобруйский государственный художественный колледж Ну, не применув, я подала документы на художника-оформителя Успешно закончила полтора года обучения Распределена была И решила продолжить в сентябре 2005 года Вторую ступень получить образование Учитель ИЗО И руководителя кружка декоративно-прикладного искусства Ну, собственно говоря, вот так я получила две ступени образования в данном колледже И успешно освоила все те программы То, чему учили нас в колледже Но чтобы тогда я задумывала, что я буду руководить им, наверное, нет Учитель ИЗО и черчения Учитель русского языка и литературы Учитель белорусского языка и литературы А вдобавок выпускница Академии управления при президенте Целеустремленная и волевая руководитель Не привыкла привязываться к вещам Поэтому, перейдя на новый этап карьерного роста Из прошлого забрала лишь благодарность А спустя полтора года приумножила награды Благодаря верно расставленным приоритетам и стилю управления Она на своем месте, она идет навстречу Любая проблема решается всегда Ну, как говорится, всегда две стороны остаются удовлетворенные Волевая, сильная, инициативная Умеет решать вопросы, понимает приоритеты И умеет добиваться того, что нужно на сегодняшний день И коллективу, учебному заведению вообще В кабинете Веры широкой много растений Сувениры и подарки родных и друзей из заграничных поездок Сама, к слову, пока не успела вдоволь насладиться пейзажами других стран Безмерно любит Беларусь и людей, которые ее окружают И, как любая девушка, ценит внимание и комплименты Один из них красуется на самом видном месте в ее кабинете Было новогоднее мероприятие, и мой секретарь в рамках этого мероприятия Получила титул «Приближенная к императрице» Ну и, естественно, я ждала в конце мероприятия, что меня назовут императрицей Но титул был главный рулевой Поэтому, когда появилась императрица, я сказала своему секретарю Говорю, Наталья Игоревна, ну, наконец-то вы приближенная к императрице О колледже знаете все Сегодня как вы можете себя характеризовать с точки зрения руководителя? Жесткий, демократичный, вот, как с подчиненными отношения складываются? Знаете, Ангелина, скажу одно Саму себя характеризовать очень сложно Конечно, мне кажется, что я очень хороший руководитель Но руководствуюсь принципами двумя Относить к людям так, как ты бы хотела, чтобы относились к тебе Соответственно, его проношу, пронизываю все сферы общения И второй, наверное, самый главный принцип Вы помните группу «Непоседы», которые пели, да? Самая главная профессия – быть человеком Поэтому стараюсь оставаться во всех ситуациях человеком в первую очередь Ну и не забывать, что все-таки руководить Это, ну, скажем, не мягкий такой выбор То есть это не только дружеские отношения Не только позитив, не только либерализм Конечно, иногда это бывают жесткие, иногда, ну, скажем, непопулярные меры Каким образом? Решаете премии, например, за опоздание на работу? Еще какие-то вот жесткие методы? Не сторонник я таких кардинальных методов Но однажды мне пришлось уволить человека Действительно за нарушение должностных обязанностей В кратчайшие сроки Вообще стараюсь создавать атмосферу позитива Чтобы людям было комфортно работать Ну и чтобы они понимали, что они на работе Это не «хочу-не хочу», это работа Вера, а из методов поощрения своих сотрудников За какие-то награды, может быть, учащихся Какие есть? Непопулярные, может быть? Ну, знаете, самое популярное – это, конечно, премия Увеличение размера премии – это самая лучшая награда для любого работника Ну, вообще, скажу, и хорошее слово, и добрый отзыв – это тоже своего рода поощрение Поэтому стараюсь своих коллег всегда благодарить лично У меня очень налажена связь, скажем так, в Вайбере, да И если мои коллеги выполнили какую-то работу, то я не применю написать в Вайбере Спасибо огромное, умница, благодарю и так далее То есть я считаю, что теплое слово, ну, оно не то, что греет, оно мотивирует на дальнейшую успешную работу Рисунки, которые сегодня украшают стены и фасады многих зданий в городе Вы прикладывали к этому свою руку? Может быть, есть какие-то изображения, которые можно лицезреть? Именно плоды вашей работы? Ну, лично мои, собственноручные, находятся на улице Пушкина в детском доме-интернате Для детей с особенностями психофизического развития Это, ну, дом-интернат наш на улице Пушкина Там расписано столовая Директор Парчук Елена Игоревна предложила расписать столовую Идеей, ну, скажем так, вдохновением Послужил такой детский был развлекательный журнал «Умняша» Там такие замечательные пчелки изображены были в разных ракурсах И мы перенесли, собственно говоря, эту тему в столовую этого детского дома Там нарисованы соты, там нарисованы пчелки, которые не только готовят, но и употребляют морковь, варят борщ и так далее То есть это была основная сюжетная линия, которая стала, ну, скажем, воплотилась в жизнь Вот лично я сама расписываю эти стены В продолжение школу 34-ю расписывала, ну, скажем так, я бы сказала, наверное, творческая группа Состоящая из мастеров нашего учреждения образования И я бы сказала, что самое ценное и самое главное, что большинство изображений – это не копир Это то, что было придумано Это те эскизы, которые были созданы специально для этой школы, особенно в фойе Аналогов таких изображений вы нигде не найдете Отдельным ярким этапом личностного и карьерного роста была должность первого секретаря БРСМ в городе Самые яркие события, которые сегодня можете вспомнить? Ну, скажу честно, что работа в БРСМ – это, ну, очень большой и основной этап становления меня вообще как личности Я попала туда очень молодым человеком, можно сказать, молодой девушкой, да Которая, ну, постепенно, скажем, росла, да, во всех отношениях И запомнилось, конечно же, что мне помнится больше всего Это наши туристические слеты Это те мероприятия, которые действительно сплощают молодежь Дают ту энергию позитив на целый год, заряжают определенной энергией Участие в международном лагере «Беларусь» на границе трех государств Я была там трижды Это очень интересное мероприятие, в рамках которого приезжают представители Таких же молодежных организаций, объединений, просто молодежь трех стран Латвии, Беларуси и Россия Мероприятие проходит в очень уникальном формате Это закрытая территория То есть это выездное мероприятие, это природа И никого постороннего, то есть, скажем так, неидейных людей там нет Что мне запомнилось? Мы очень много проводили мероприятия Это и дебаты, да, и открытые диалоги Участие в чемпионате мира по хоккею среди юниоров Дело в том, что я так сложила здесь обстоятельства Была в городе, на тот момент это была радовница Все были за городом Поступила срочная информация оперативная, что нужно вот в шесть часов Открывать чемпионат мира и, ну скажем так, приветствовать участников флагами На все про все было два с половиной часа С учетом, что были посты ГАИ, эта территория закрытый периметр Ну, скажем так, честно, ну, наверное, я сделала тогда в своем возрасте невозможное Поэтому, прожив ту, скажем, жизнь вообще вот в нашей организации Могу с уверенностью сказать, что можно делать теперь все Заместитель председателя городского совета депутатов Это еще одна активная деятельность в вашем послужном списке Расскажите о том, как вы строите свой день Чем приходится жертвовать, что ты двигаете на второй план, чей всего Ну, скажу, Ангелина, сразу такое слово прозвучало – жертвовать Я ничем не жертвую Я проживаю очень насыщенную, энергичную жизнь И скажу, что в совете депутатов самое главное – это твое отношение и принципиальная позиция Если ты умеешь планировать свой рабочий день Понятно, что совет депутатов – это общественная работа, да Это представление интересов избирателей своего округа Но, скажем так, что работа в городском совете депутатов организована грамотно Оперативно реагируют не только депутаты, но и, скажем так, все, ну, скажем, те структуры, которые работают в тандеме Не могу сказать, конечно, вопросов много В основном они связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, с заработной платой, с трудоустройством и так далее Но, по крайней мере, мы стараемся выслушать, донести информацию, проинформировать И дать возможность вот этой ниточке связи между исполнительной властью и действительно простым гражданином Ну вот так, на самом деле, работает ли вот эта ниточка, выполняет ли она свою функцию? То есть могут ли депутаты действительно услышать напрямую своего избирателя? Ангелина, я приведу пример на себе, да, скажем так, вот я являюсь депутатом по Сикорскому округу номер 36 Неоднократно поступали обращения и телефонные звонки с помощью оказать содействие в трудоустройстве Например, скажу, одного человека я уже трудоустроила, ну, скажем, пользуясь, да, своим возможностям Как руководителем мы взяли в колледж человека И двум другим мы помогли связаться, свели их с нужными людьми На сегодняшний день они тоже трудоустроены Поэтому все зависит от, ну, скажем, ну, как говорят, везде человеческий фактор Так и здесь, если ты неравнодушен, то ты сможешь создать вот этот действительно мостик Между гражданином и между органами исполнительной власти или какими-то структурами Дочь военного о любимом развлечении детства Я играла в школу Судьбоносной встречи Супруг – это мой одногруппник, мы с ним учились вместе на второй ступени в одной группе Идеальном отпуске 56 дней с выключенным телефоном Почему назвала сына старым русским именем? При фамилии Широкий, скажем так, отчество Михайлович, это очень гармонично И как вышла из декрета через 6 месяцев? Я выходила под предлогом съездить на сессию Вера Широкая, без галстука Смогли бы вы выстрелить человека в целях самообороны? Да Смотрите прямо сейчас Вера, расскажите о своем детстве Где вы родились, кто ваши родители? У меня очень замечательная семья Родилась я в семье военного Так сложились обстоятельства, что я коренная бабручанка Хотя мои родители сюда приехали в 83-м году Служить был тогда дивизия дальневосточной авиации Вот папа у меня как штабной работник Вынужден был с семьей приехать сюда служить Я родилась в 85-м году в Абруйске, в Абруйском роддоме Мама у меня работала на обувной фабрике тогда Потом какое-то непродолжительное время служила вместе с отцом Она выполняла в качестве, ну там были, как они, гражданские, да На военном, ну на замещении каких-то должностей Ну короткое время, непродолжительное И у меня есть старший брат, он старше мне на 11 лет И, ну скажем, такой дружной семьей Я выросла самые такие мгновения, которые помню Что мы постоянно, мама нас гоняла в лес за черникой Мы собирали, я на скорость собирала, помню Узнавала цену на рынке Папе продавала по двойной цене Собирала целое ведерко Очень активно Потому что, ну естественно, был большой мотиватор Очень помню, ну скажем, становление моей личности Конечно же сыграли большую роль родители, да И вот когда-то, когда мне было 11 лет, я прочитала такую книгу Роман-биография о жизни Моцарта И чем примечательно стало то, что читая этот роман Я понимала, как важно иметь правильную семью Вот мы с мамой идем на речку загорать, на Березину А мама несет с собой разукрашку На которой английские слова Я помню, разукрашиваешь яблоко и учишь, что это Эппл и так далее То есть скажу одно, что выросла в такой дружной семье Наполненной вот всем смыслом и спектром, да Правильных семейных отношений В любви, в ласке, в заботе Конечно, немножко не хватало папы, потому что папа служил Но, тем не менее, сейчас папы хватает Кем себя видели в детстве? В какой профессии? В детстве у меня был такой ковер в комнате, в квадратики такие крупные Я расставляла всех своих кукол, всевозможных мишек там плюшевых В эти квадратики, раскладывала им тетрадки И ставила, у меня такая была коричневая картонная папка Я ее раскрывала, приносила со школы МИЛ и писала Ну, то есть, это очень с раннего возраста и продолжительное время я играла в школу Ну, скажем так, профессия педагога была, наверное, привита с детства Ну, скажем так С мужем судьба свела все в том же колледже имени Ларина Вера и Михаил были старостами своих групп И им часто приходилось решать вопросы сообща Честная, добрая, заботливая и красивая Такой видит ее супруг Сегодня, спустя 10 лет совместной жизни Он помнит первую встречу в мелочах Мы познакомились в кабинете педагогики Вот, впервые мы встретились Ну, и как-то присмотрелись друг к другу Конспектами обменивались Вот, ну, и потом как-то начали встречаться, общаться Ну, и результат, вот, как вы видите, бегает рядом с нами Пятилетний Ваня – гордость родителей Мальчик хорошо читает, умеет считать, изучает английский И всегда открыт к общению, даже с малознакомыми людьми Какая у тебя мама? Красивая Еще какая? Модная Еще Чему мама тебя учит? Расскажи, пожалуйста Что вы с мамой вместе любите делать? Рисовать красивые картины Счастливые родители мечтают о пополнении в семье, но пока не загадывают Наслаждаются тихим семейным счастьем в редкие моменты отдыха Когда можно отвлечься и подарить своему ребенку яркое детство Вера, как правило, человек выбирает для себя либо семья, либо карьера Но вам удалось реализовать и то, и то, и довольно успешно Вы мама прекрасного маленького сына Вы любящая супруга Расскажите, в чем секрет успеха? Ангелина, скажу честно, спасибо, да, за такой вопрос Потому что, ну, успела реализоваться Самое главное, как мать, как супруга Это самое главное в жизни любой женщины Но скажу, конечно, не без своих родителей Объясню, что когда мне судьба была подарена в мой сынок В этот же год мне нужно было в ноябре месяце ехать на сессию в Академию управления Я училась в Академию управления И, конечно же, душа рвалась Ребеночку было 6,5 месяцев И вот эта подаренная возможность моим отцом учиться И, ну, скажем так, выйти на работу Естественно, в декрет я уже назад не вернулась Хотя я выходила под предлогом съездить на сессию В ноябре я съездила на сессию В декабре, спросив у отца, ну как Папа сказал, нормально, вырастим И, ну, скажем, папа приходил ко мне каждое утро Представьте, как на работу к 8 утра И, собственно говоря, до 5 часов это была мама Поэтому благодаря своему папе Ну, конечно же, на контроле все держала бабушка То есть моя мама, которая звонила и инструктировала, да Как что делать И заботились где-то, мы привозили ее домой Но, тем не менее, вот Ну, отец позволил мне, скажем так, реализоваться Поэтому я искренне благодарна Этой возможности Ваш супруг тоже на руководящей должности? Да, он занимает руководящую должность Но, скажу честно, что два руководителя в семье Да, вот это следующий вопрос, собственно Это очень сложно Кто все-таки глава семьи? Кто решает? Решает все супруг Я скажу честно Я, ну, скажу, женщина должна быть Если она на работе руководитель То хотя бы в семье она должна отдыхать И быть, вот такой, скажем Ну, не то, что слабой-слабой Конечно, я не слабая Я очень вершистая, я непокорная Но в то же время я, ну, скажем так Я рада, что у меня супруг Который может все решать самостоятельно Без меня То есть, конечно, он меня спрашивает Но в то же время, если он решил То, собственно говоря, я всегда Я всегда согласна Ваш сын Каким вы видите его будущее? И что для вас самое главное в жизни? Ну, Ангелина, самое главное Это рождение сына Скажу честно Это самое главное в жизни Это мое самое большое достижение Я очень рада, что действительно он появился Потому что он очень долгожданный Каким я вижу свое будущее Но, тем не менее Все началось с имени Имя было выбрано интуитивно И сразу, еще когда только, скажем так Я узнала, что я в положении Я позвонила супругу И очень в телефон кричала Что у нас будет Ванечка На что он удивительно говорил Подожди, я не понял Кто к нам приедет? Какой Ванечка? Я говорю, не приедет, у нас будет Ванечка То есть это было сразу С первых минут Скажу, что у меня дедушку зовут Ваня И вообще мне это имя очень нравится Это такое красивое русское имя Ну, при фамилии широкие Скажем так, отчестве Михалыч Это очень гармонично Вот Каким я вижу Я очень хочу, конечно же Чтобы мой сынок повторил судьбу Своего дедушки Володи То есть моего отца Я очень хочу, чтобы он стал военным Но здесь мы с супругом расходимся Он категорически против Ну, как категорически Не категорически против Он говорит Так, давай ты не будешь ему навязывать Вот он будет сам решать, кем он будет Вот Поэтому, ну, скажу так Я самое главное Хочу, чтобы он вырос в мирное время В спокойствии В нормальной, крепкой нашей Беларуси Чтобы все было замечательно Есть интересная история По поводу рождения Дата рождения сына Вот, расскажите, пожалуйста Ну, скажем так Ну, не была бы я комсомолкой настоящей Да, если бы я не родила сына 12 апреля Не только в день космонавтики Но и в тот год В 2014 году В этот день Был республиканский субботник Все трудились Я помню, что звонил мне зампред Поздравлял и говорил Молодец Мы трудились И ты трудилась Вводите ли вы автомобиль Вопрос сейчас по больному Потому что Права я получила давно В 2006 году Еще будучи учащейся колледжа Опыта было мало Скажем так Вождения Потому что не было Своего личного автотранспорта Когда мы приобрели С супругом В 2013 году Первый автомобиль Ну, скажем Единственный пока Мисс автомобиль Конечно В порыве страсти Я его заставила Дать мне помогить Но потом Так сложились обстоятельства Что я была в положении Соответственно Не управляла Транспортным средством И Собственно говоря Когда Скажем Уже можно было и управлять Ну, супруг мне Скажем Не доверял Говорил Не надо, не надо Тебе это не надо Вот Ну, собственно говоря Я сказала тогда Ну, ладно Придется мне так Пойти на работу Что у меня был водитель С личным авто Ну, естественно В колледже Личного авто нет Личного водителя тоже Но тем не менее То есть Я не Автолюбитель Но я автовладелец В конце интервью Небольшой блиц Вопросы, которые Вам наверняка Еще никогда не задавали Журналисты Если позволите Конечно Смогли бы вы Выстрелить человека В целях самообороны Да Вы суеверны Да Какое качество Вы больше всего Цените в людях Порядочность И, скажем Преданность Последняя книга Которую вы прочли Последняя книга Это был Дэн Браун Восьмой грех С чем никогда Не будете мириться С предательством Ваш идеальный отпуск 56 дней С выключенным телефоном Самый сильный страх Высоты Что бы поменяли В своей судьбе Если бы была Такая возможность Ничего Когда вы Последний раз Плакали Сложно сказать От счастья Недавно плакала Смотрела фильм Заканчивался Хорошим моментом А так сказать Плакала Не помню Последний раз Это была Вера Широкая Такой вас точно Еще никто не видел Спасибо за это интервью Спасибо Редактор субтитров А.Семкин